Добрый день, дорогие друзья! Сегодняшняя наша недельная глава называется «Войцы». «Войцы Яаков мебельщава ваилех Харана. И вышел Яаков из Берешевы и пошел в Харан». Теперь, если посмотреть, в конце прошлой недельной главы Исхак благословляет Якова, говорит, не бери жену из этих мест, бери жену себе из дома отца матери твоей и посылай его в Харан. И где были они? В Хевроне. И как получилось, что Яков уходит из Берешевы? И оказывается, Яков сразу не пошел в Харан. Значит, какая была история? Исхак благословил Якова. Яков вышел, направился, чтобы пойти в Харан. Но Иса, как мы говорили, он вознамеривался убить Якова. Когда узнал он, что Яков уходит, он своего сына сказал своему сыну, чтобы он пошел догнал Якова и убил Якова. Послал своего сына Илефаза на Якова. Илефаз был очень сильным человеком. И Илефаз посоветовался с матерью. Мама говорит, отец приказал мне пойти убить дядю. Мама говорит ему, знаешь, если бы отец не боялся его, он сам его пошел убил. Не надо поднимать руку на дядю свою. Но он не мог отслушать отца своего тоже. Он пошел за Яковом, догнал Якова. И он настиг Якова. Яков сказал ему, не надо убивать меня. Я знаю, что ты дал своему отцу, тебе дал приказ, чтобы убить меня. Но это я скажу. У человека, у которого ничего нету, ни денег, ни одежды, ни имущества, он считается по закону, как мертвый человек. Поэтому давай я отдам все, что есть у меня, тебе. Ты заберешь у меня. И я буду считаться так мертвым. И ты выполнишь таким образом повеление своего отца. И Елифас послушался его, забрал у него все и ушел. Пришел к своему отцу, к Исау. Исау рассердился на него. Почему ты говоришь, не убил? Ну, он говорит, я забрал у него все. Ну, немножко успокоился Исау. А Яков в это время, так как он остался без ничего, и он должен был пойти к такому человеку, к Лавану, к своему дядю. А Лаван, его дядя, был большим злодеем, хитрым человеком. И он решил пойти немножко учить Тору. Пошел в Ешиву, Шема и Эбера. И целых 14 лет он день, ночь учил Тору. Он не спал. И в конце 14, после 14 лет он вышел из Берешевы. Вот именно из этого места, где учил Тору, вышел он и направился теперь в Харан. По дороге он решил пойти помолиться в месте, где когда-то Аврагам приносил Исхака в жертву. Он решил остановиться там и помолиться Богу. Теперь, когда он пришел на это место, и вдруг здесь описывает Тору, что солнце зашло раньше своей времени. Когда он пришел туда, и он хотел молиться Минху, и вдруг Всевышний так сделал, чтобы солнце на несколько часов зашло раньше, и он чтобы остановился в этом месте. И он вместо Минхи начал молиться Арвид. Значит, молитву Шахарит установил наш братец Аврагам. Как сказано, и встал Аврагам утром. И молитву Минху установил наш братец Исхак. Как сказано, он был в саду. В саду он днем молился Минху. А вот молитву Арвид мы видим отсюда, что его установил Яков, наш братец Яков. Теперь, и он остановился там. И взял из камней этого места, поставил себе под голову, и уснул там. И во сне ему показывают такую картину. И во сне ему показывают такую картину. Лестница, большая лестница, которые ножки у него на земле, а конец его достигает небес. И в конце ангелы поднимаются и спускаются с этой лестницы. Что это за сон? Теперь есть такая притча. Говорят, однажды один мудрый человек ходил по улице и увидел лестницу. И ступеньки этой лестницы разговаривают между собой. Подходит, он говорит, пойду послушаю, о чем они говорят. И видит нижняя ступень и верхняя. Верхняя ступень начинает издеваться над нижним. Ну, говорит, все на тебя ноги ставят, все издеваются над тобой. Всегда ты грязный, а вот я в верхней ступенье, никто на меня ноги не ставит. Всегда они держатся рукой. И начинает издеваться над нижней ступенью. Думает этот мудрый человек. Давай переверну я их, посмотрим, что будет. Берет лестницу и переворачивает. Теперь получается нижняя наверху, а верхняя внизу. И то же самое картине. Теперь слышишь, что как тот нижний, который был, издевается над этим, который был наверху. То же самое картина продолжается. Теперь здесь показывают, что Яков, он спал, он даже под свою голову поставил камень. Даже у него подушку не было. Сейчас у Якова не было ничего. Но это не значит, что он останется таким. Придет время, лестница перевернется, у него будет все. Этот мир не остается так. Бывает время, человек поднимается. Бывает, не дай бог, человек спускается. Все в руках Бога. Но только человек не должен возгордиться. Когда человек поднимает свой нос выше, тогда его наказывает. Ставит вниз. Поэтому человек все время должен смотреть вниз. Если он богатый, то он должен помогать бедным. Если он умный, он должен своим умом поделиться с теми людьми, у кого-то ума нет. Это жизнь такая. Сам Всевышний так делает. Всевышний все время смотрит куда? Вниз. Он дает нам. Он дает ангелам. Через ангела приходит нам. А мы тоже должны смотреть вниз, дать тем людям, которые ниже нас. Это цепочка такая. Нельзя оборвать эту цепочку. Второе, что он видел, вот эти ангелы поднимаются и спускаются. На самом деле, должно было, чтобы ангелы спускались и поднимались. А что здесь поднимаются и спускаются? Откуда появились ангели, чтобы подниматься? Мудрецы наши говорят, что два ангела, которые, мы помним, разрушили город с домом, значит, эти два ангела сообщили Лоту, сказали, что мы пришли, чтобы разрушить дом. В итоге, они не должны были раскрыть Лоту вот этот секрет. Так как они раскрыли Лоту, они получили от Всевышнего наказание. И их наказание, время их исполнилось вот именно в этот день, когда Яков пошел там спать. Благодаря Якову эти два ангела смогли подняться на небо. Второе, еще были ангелы, которые сопровождали Якова. Что это за ангелы? Так как Авраам был очень святой человек, он 14 лет не спал. Почему он задремал в этом месте? 14 лет он не знал сна, и когда он поставил свою голову на камень, он заснул сильным сном, так как 14 лет не спал. И с ним были ангелы. Есть ангелы, которые сопровождают человека, таких святых людей, как Яков. Ангелы Эрис-Исраэль, ангелы земли Израиля. Вот они сопровождали Якова. Они не имеют права дальше идти за границей Израиля. Так как Яков должен уже был покинуть границу Израиля, вот эти ангелы поднялись на небо, и оттуда спустились другие ангелы. Ангелы за границей. Есть ангелы земли Израиля, есть ангелы за границей. Вот Якову дали других ангелов, которые должны были сопровождать его и помогать ему. Заграничные ангелы. Вот эти ангели спускались. Еще. Ангелы, которые видел Яков, были еще там ангелы, ангелы народов. Он видел судьбу еврейского народа, что произойдет с евреями. Он видел, как ангелы поднимаются и спускаются. И что здесь говорится? И видит, на самом верху, над этой лестницей, стоит сам Бог. И говорит, Я Бог отца Твоего, Аврахама и Исхага. И земля, на которой ты лежишь, тебе будет дано и твоим потомкам. Вот эти ангелы, которые Яков видел, это были ангелы народов Вавилона. Первые ангелы. Ангел, когда он увидел, поднялся 70 ступеней и упал. Он понял, что еврейский народ будет в изгнании 70 лет. Это было вавилонское изгнание, когда пришел на выходница, разрушил храм, который построил Сар-Соломон, и увел еврейский народ в Вавилон в изгнание. Целых 70 лет они были там. Через 70 лет они вернулись в Израиль и отстроили второй храм. Потом он увидел ангела Мидии. Он тоже поднялся на определенную ступень, 52 ступени, и упал. Он понял, что евреев будет в медицинском изгнании 52 лет. А потом он увидел ангела Греции. Он тоже поднялся больше 100 ступеней. В итоге он увидел, как этот ангел упал. Он понял, что когда евреи будут под властью греков, то через определенное время Бог их освободит. А другой ангел, который поднялся, он увидел, что он не спускается. Он поднимается, поднимается, поднимается. И не спускается. Тогда он испугался. И распространяешься, ты говоришь, на четыре угла мира, и тобой благословлятся все народы. Если так и взять, сейчас после изгнания мы видим, что евреи есть во всем мире. В каком бы месте ни был человек, можно увидеть следы, что там были евреи. И то, что распространились религии, основные религии, которые есть, мы видим, что их источник, их корень выходит из Тора, из еврейской религии. Таким образом, Всевышний говорит, что благословлятся вами другие народы. И мы видим, что еврейские, когда в каком-то стране есть еврейская община, которая соблюдает закон, учит Тору, живет еврейской жизнью, и эта страна просветает. А когда мы видим, что евреи покидают эту страну, где нету страны, где нету еврея, мы видим, что эта страна не так хорошо живет. Вот это именно евреи, который несет с собой благословление, несет с собой свет. И сказал Всевышний, я буду с тобой, я буду помогать тебе. И Яков проснулся и говорит, оказывается, здесь есть Бог, и я не знал об этом. И он проснулся и испугался, сказал, какое страшное место, это врата небес, это дом Бога. Почему ему так стало страшно, когда он увидел того ангела, последнего, который поднимается и не спускается, это галут, это изгнание, последнее изгнание, к которому мы попали уже вот 2000 лет, и не заканчивается она. Яков испугался вот этого галута, в котором мы сейчас находимся. Он увидел, что нет этого конца. И он утром проснулся и взял камень, который он поставил под свою голову и возделил на него масло. И в будущем это место мы увидим, что будет храмом. В будущем еврейский народ, когда заходит в Иеруси Сироэль, в землю Израиля, они строят храм именно на этом месте, где Яков там ночевал. Теперь, когда он увидел, что вот этот ангел поднимается, не спускается, тогда Всевышний вышел, сказал, ты не волнуйся, даже если он поднимется на самые звезды, я его сброшу оттуда. Главное, чтобы ты был с Богом, чтобы вы хранили, ходили путями Всевышнего. Вайкрает шема макома о бейт эль. И назвал имя этого места бейт эль. Дом Всесильного. Дом Бога. А прежнее имя этого места был луз. Теперь, если мы увидим у наших мудрецов слово луз упоминается в другом месте, где говорят, когда мир уже придет конец, и не такой конец плохой, а хороший конец, когда придет царь Мошех, и когда избавит еврейский народ, освободит этого галута, и воскресит он мертвых. Будет воскрешение из мертвых. Как теперь мы видим, что мертвые, когда умирают, ничего не остается. Оказывается, нет. Нет такого. остается от мертвых что-то всегда. Это называется луз. Это микроскопическая кость, которая находится сзади в шее человека, и она как бы нельзя его уничтожать. Она никак не уничтожает. Она не горит, она не тонет, она не ржавеет, с ним ничего не случается. Она остается навечно. Вот именно говорят, что из этого луза, который называется, Всевышний восстановит сам тело человека. Вот здесь упоминается луз. Имя этого места было луз. И мы видим во времена Соломона, на самом деле, был такой город луз, и этот город был город бессмертия. В этом городе кто жил, они не умирали. Однажды даже ангел смерти пришел такой грустный перед Соломоном и Соломон говорит, ты почему такой грустный? Ну, знаешь, у тебя две слуги, молодые ребята еще, но у меня есть приказ их забрать, я грустно хожу такой. Тогда Соломон говорит, что могу я с ними делать? Ну, говорит, если город луз, в этом городе не действует ангел смерти, там люди живут вечно, тогда он вызывает своего военачальника Бинаяу Бениу Иуда и он берет этих двух его слуг, молодых ребят и отправляется в этот город. Он идет к городским воротам и его не пускают туда. Он говорит, я от царя, от царя Соломона, он говорит, документы показывай, как пришел, откуда, приказ какой. Пока они выясняют, вот это бюрократы в течение нескольких там минут в это время приходит ангел смерти и ворот забирает их душ и убивает их. И Бинаяу говорит, что это такое? Ты же сказал, что они могут спасаться здесь в городе. Говорит, им суждено было умереть у городских ворот города Луза в этом месте, но я не знал, как их туда отвезти. Поэтому, говорит, я устроил так, чтобы вы сами отнесли их, я забрал у них душу. Но они не зашли туда, не смогли зайти. Мы вот отсюда знаем, что было такой город Луз, и там люди не умирали. Вот именно Луз, что мудрецы назвали, почему назвали вот этот кость именно Луз, вот от этого, от бессмертия. И тогда Яков дал слово и сказал, что если Всевышний будет со мной и даст мне хлеб, чтобы я кушал, и даст мне одежду, чтобы я одевал, и вернусь с миром в отцовский дом и будет Всевышний мне всесильным. И камень, который я поставил здесь, намазал и налил на него масло, будет домом для Бога, и все, что дашь мне, я отделю от него десятину. Вот здесь мы видим, какие умные слова говорит Яков. Говорит Всевышний, если дашь мне одежду, которую я смогу одеть, когда он просит одежду, человеку что нужно? Здоровое тело, если он будет одежда, он не будет здоров, он не будет одевать его, или его не станет, кто оденет эту одежду. И он одним словом просит много вещей, и говорит, дашь мне хлеб, который буду кушать. Если, не дай Бог, не буду здоров, или по другим причинам будет хлеба, а у меня не будет времени его кушать. А когда он просит хлеб, который смогу кушать, значит, он еще просит, чтобы у него было спокойствие, чтобы он мог этот хлеб кушать. Вот одним словом он сколько вещей просит у Всевышнего. И после этого он встал оттуда и пошел в город Харан. И для него чудесным образом дорога сократилась, и он пришел к колодцу, в свое время к которому приходил Элизир, чтобы брать невесту для Исхака. И теперь в это место пришел Яков. Он пошел к колодцу, видит у колодца там несколько пастухов, и у них стада баранов, и на колодце есть большой камень, и он спросил у этих пастухов, откуда вы, они сказали из Харана, и спросил знаете ли вы Лавана, они говорят знаем, говорят с ним мир с ними или нет, они говорят с ним мир, он все нормально у него, он спрашивает, начинает дальше вопрос задавать, ну они говорят, вот дочка Лавана идет там сдали, спроси у нее, все что тебе интересно, спроси у нее, и он спросил, а почему собрались здесь, и не даете воды своим стадам, они говорят, здесь камень большой, должны собраться несколько человек, 10-15 человек, и все вместе мы берем этот камень, сдвигаем этот камень, мы не можем, у нас нету столько сил, чтобы несколько человек его поднимать, в это время, когда он видит Рахель, поднимает этот камень одной рукой, сдвигает, говорит, теперь нападет свои стада, однажды царь Соломон узнал, что и дочке ее значит присуждено выйти замуж за бедного человека, и он решил как-то так сделать, чтобы это не исполнилось, что он сделал, он нашел остров, построил там замок, и поселил эту точку туда, в замок, и поставил там охранников, и это место сильно охранялось, никто, безвидимо, царя Соломона не мог туда зайти. По истечении времени, как-то один бедный человек, парень, у него не было негде спать, ни дома, ничего, он ходил там по лесам, по улицам, и увидел тушу мертвого быка, и было холодно, он зашел поспать внутри туши, чтобы согреться, и спать там, и в это время, когда он зашел там, уснул, пришла большая птица, и забрала эту тушу, забрала, унесла, и куда она унесла его? унесла прямо на крышу этого замка, на крышу этого замка, и тушу села, а этот человек остался внутри, и он вышел, этот человек вышел, увидит, что он проснулся, и увидит, что он на крыше какого-то там здания, и когда он спустился, он увидел девушку, увидит девочка, испугалась, говорит, кто ты, откуда ты, ну, говорит, не знаю, я как здесь оказался, наверное, говорит, птица мне приташила сюда, ну, они начинают разговаривать, беседовать, ну, девочка говорит, так как я отсюда не выйду, и ты отсюда не выйдешь, никто не знает, что ты здесь, давай поженимся, они женятся, и она скрывает его долгое время, и у них рождается ребенок, по истечении времени там охранники слышат детский голос, что это за детский голос, поднимаются, видят ребенок, находят ребенка, откуда, как, ищут, и находят, и парни тоже, муж, девочек тоже, быстро сообщают об этом царю Соломону, и царь Соломон вызывает этого к себе, этого человека, говорит, как ты туда попал, ну, говорит, так-то, так-то, спал внутри туши и оказался вот здесь, наверное, говорит, птица приташила, и царь Соломон понимает, что то, что Всевышний уже определил, невозможно поменять, и спрашивает у него, ты знаешь Тору, знаешь что-то, и проверяет, оказывается, молодой парень еще знает Тору хорошо, еще другой рассказ, такой же рассказ, однажды римская императрица спрашивает у Рабьеси, вот, шесть дней Всевышний создал весь мир, все, что есть, а после этого чем он занимается? Ну, говорит, Рабьеси, он после этого занимается тем, что находит для девочек парней, мужей, а для парней девочек в жены, сводит их? Ну, говорит, что так тяжело, что Всевышний все время свое отдает этому? За шесть дней весь этот сложный мир создал, а весь остальное время занимается этим? Ну, для Всевышнего это сложно, для меня, не сложно это? Ну, говорит, попробуй, она говорит, попробуй, берет на следующий день всех своих подчиненных, он говорит, ты за это выйдешь, ты эту возьмешь, и устраивает большую свадьбу, общую свадьбу, устраивает свадьбу, после свадьбы на следующий день видит, что у него в царстве балаган, беспредел, и все приходят к нему с жалобой, все друг друга, мужи, жены, все друг друга там ругают, дерутся, оказывается, видишь, что на самом деле это очень сложно, никто из стольких людей, которые тысячи он поженил, даже ни одной пары не вышел, чтобы они были нормальны, чтобы сказали, что это хорошо, все жаловались, тогда он говорит, благословение Всевышнего говорит, что он делает такие вещи, оказывается, как сложно вот это делать. В это время Рахель приближается, и они заговаривают, он говорит, что он брат ее отца, но здесь мы, если увидим, в Торе написано, что он говорит, что я брат отца твоей. Как это получается? на самом деле он сын сестры ее отца. Теперь, оказывается, до этого у них разговор такой получается, когда он видит Рахель, они заговаривают, он говорит, что возьмет Рахель в жену себе, а Рахель говорит, его отец такой большой обманщик, что не даст ее ему, тогда он говорит, я больший обманщик. Я в том, чтобы обманывать, я как брат твоего отца. Даже не волнуйся ты из-за этого, я смогу перехитрить его. Отсюда мы учим, что с хитрым человеком можно обойтись по-хитрому. Обманщика можно в каком-то степени обманывать. И после этих слов Рахель идет домой, говорит своему отцу, что вот пришел сын Исхака, Яков, и радостный Лаван идет, бежит к Якову, он думает, вот когда-то приходил слуга Авраама и Лезер с большим богатством. Кто знает теперь сын Исхака, с каким богатством он пришел, поэтому он бежит к нему, здоровается с ним, целует его, он думает, видит, вокруг ничего нету, он думает, может быть, у него в карманах какие-то там драгоценности такие, видит, что в карманах тоже ничего нету, он думает, может, у него во рту где-то он спрятал большой драгоценный камень, поэтому целует его, но на самом деле ничего не бывает у Якова, так как Лейфас у него все забрал, и он приглашает его к себе домой, но он уже с ним не такой гостеприимный, разговаривает с ним, говорит, ты родственник мой, посиди, поработай, я помогу тебе, Яков начинает работать, он говорит, что бесплатно будешь работать, скажи, сколько твоя зарплата, я буду платить тебе, Яков подумал, этот человек, хитрый человек, он сказал, давай, говорит, я поработаю, мне не надо тебе денег, я поработаю семь лет, и ты выдашь за меня замуж твою младшую дочь, Рахель, он подчеркивает младшую дочь, Рахель, потому что у Лавана была еще старшая дочь, Лея, и здесь в Торе описывается, что у Леи глаза были слабые, заплаканные глаза, а Рахель была красивая, вот здесь Яков говорит, младшую Рахель, тогда он говорит, работай, чем выдавать Рахель за другого человека, я выдам Рахель за тебя замуж, и семь лет Яков работает на Лавана, чтобы жениться на Рахель, и в конце семи лет приходит Яков, говорит Лавану, вот семь лет уже закончился, отдай Рахель, возьму себе в жены, и устраивает для них свадьбу, и Лаван вместо Рахели дает ему Лею, и никто не говорит об этом Якову, обманывает Якова, и на утро Яков видит, что вместо Рахели отдали ему Лею, старшую дочь, и приходит к Лавану, говорит, ведь мы договаривались, что ты младшую, даже почему ты меня обманул, но говорит Лаван, еще семь лет поработай, еще младшую дам тебе, через неделю возьми младшую, за нее работай семь лет, он соглашается, он берет и Рахель, и работает еще семь лет, лаван, дает Якову еще служанку, зельбу, и с Рахелью дает служанку бельгу, значит, у него получается две жены, и у каждой жены по служанке, на самом деле наши мудрисы говорят, что это тоже были дочери Лавана, только от наложниц, как-то они получаются сестры. Теперь Яков работает еще семь лет, на исходе четырнадцати лет, у него рождаются дети, сперва рождаются у Леи четыре сына, после этого Рахель видит, что у нее нет детей, тогда она дает Якову свою служанку, и у служанки рождаются двое детей, и после этого дает Лея служанку Якову тоже рождаются двое детей, и после этого рождается у Рахели Иосиф, после четырнадцати лет, у Леи рождаются еще двое детей, а в следующей неделе мы увидим, что по дороге у Рахели рождается еще один сын, девнадцатый, Бен Ямин. Теперь, когда рождается Иосиф у Рахели спустя четырнадцати лет, Яков говорит Лавану, теперь я на тебе столько работал, тебе давай поработаю на себя, вот возьми все стада, которые хорошие, все здоровые, возьми себе, отдай мне всяких там нездоровых, нехороших, я буду для себя тебе немножко делать. Соглашается с ним Лаван, и дает ему всех слабых этих баранов, и он начинает пасти их для себя. И Бог так делает, что то, что у него было немножко, становится очень много, и по течение шести лет он видит, что так как у него очень много теперь стадов, и у него уже есть слуги, видит, что уже Лаван с ним не как вчера и позавчера, и его Лаван и сыновья тоже к нему не относятся так, и он решает покинуть это место, и Всевышний приходит, как раз это время, когда рождается Йосиф, он понимает, что все, уже надо идти отсюда, Всевышний тоже приходит к нему, говорит, что теперь пришло время, уходи из этого места, и он видит, что Лаван его не отпустит, когда Лаван уходит встреч своих овец, и он вызывает своих жен в поле, говорит, что вот так-то, столько обманывал меня, столько он мне забирал, все, но теперь Всевышний явился ко мне, сказал, что выходи отсюда, и Яков, жен Якова тоже соглашается с ним, говорит, ты прав, то, что и остальное принадлежит нашему отцу, это все благодаря тебя, это все ты сделал, и мы с тобой согласны, давай покинем это место. И он берет своих жен, детей, уходит с этого места, через несколько дней сообщает Лавану, что Яков убежал. И когда они уходят, Рахель забирает статуэтку своего отца, у его отца была какая-то статуэтка, он же был идолопоклонник, и Рахель забирает его, чтобы его отец посредством статую этого идола не узнал, где они находятся. У них какие-то были свои идолопоклоннические вещи, через которых они могли узнать определенные вещи. И он собрал своих людей, своих сыновей, и пошел в погоню за Яковом, настиг Якова в определенном месте, и ночью пришел Всевышний ему во сне, сказал, я предупреждаю тебя, нехорошее, не плохое, ничего не говори Якову. и он утром настигает Якова, приходит к Якову, почему, говорит, ты украл моих внуков, моих детей, сказал бы мне, я тебя послал бы с музыкой, мы проводили бы тебе, сделали бы за 100 лет, без большого. Ну, говорит, вы покинули, вы ушли, забрал детей, внуков, почему, говорит, моего Бога ты забрал, мои статуэтки почему ты забрал. Яков говорит, никаких у меня статуэток нет, ничего, я у тебя твоих идолов не забрал. И тогда Яков говорит, у кого твои статуэтки находятся, пусть умрет, пусть не живет. А он не знал, что этой статуэтки его забрала Рахель. В следующей главе мы увидим, как из-за этого проклятия, проклятия правильного человека по дороге, когда Рахель рожает Беньямина, она умирает. Вот так-то. И в итоге они садятся и между собой как-то заключают небольшой мир, едят, ночуют там, и наутро встает, он провожает Лавана, и он идет своей дорогой дальше. И написано, что «И поднялся Лаван утром и поцеловал сыновей своих и дочерей своих и благословил их, и пошел Лаван и возвратился к себе домой. Яков же пошел своим путем и встретил его ангелы Всесильного. И сказал Яков, когда увидел их, это стан Всесильного и нарек имя тому месту Маханая. И увидел то, что теперь группа ангелов, представьте, с Яковом был целый батальон ангелов в земле, где он жил. Теперь он, когда входит опять в землю Израиля, вот эти ангелы должны остаться за границей, его встречает новая группа ангелов, это ангелы Эрис Исраэль, которые будут сопровождать его и охранять. То, что мы отсюда видим из нашей недельной главы, наш пратец Яков, что обещает Всевышнему. Яков говорит, все, что ты мне отдашь, я от этого буду отделять десятину. Значит, у нас есть такое место, от наших заработков выделить десятину. Что такое десятина? Раньше, когда были у людей поля, они сажали пшеницу, когда собирали его, они выделили, значит, скажем, они собрали 100 кило пшеницы, 10 кило, от этого они должны были выделить десятину. Эта десятина давалась в храм. Для нужды храма, для коинов. А в наше время от наших заработков тоже мы должны выделять, скажем, мы заработали 100 рублей и 10 из этих мы выделяем десятину, отдаем в места, где учат Тор. И животникам, или нуждающимся людям, бедным, это обязательная вещь, потому что в другом месте в Торе написано асер та асер, а там мудрецы говорят, если точки поменят, там есть асер та ашер, отделя десятину, десятину, чтобы ты разбогател. И на самом деле во всей Торе нельзя Всевышнего проверять, нельзя, чтобы человек проверял Всевышнего, сказать, что вот я так-то, так-то буду соблюдать, что ты сделал элемент так-то, так-то. А вот в этой вещи отделять десятину, посмотреть, он разбогател или разбогател, в этом можно проверять. Человек, который хочет разбогател, он должен 10% от своего дохода отдавать бедным, или участием Торе, или на нужды для праздника заниматься благотворительностью. Ну и Шараби Нахман приходит и нам говорит, человек, который еще хочет сильно разбогатеть, он должен отделить 20%. Если 20% от своего дохода отделяет, этот человек приумножит богатство к своему богатству. Шаббат шалам. Дай Бог, чтобы у вас всегда было богатство. КОНЕЦ ТОНЕЦ